Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос, меня зовут Ева, мне 48 лет. Прошу оценить ситуацию и дать совет, у меня невысокая зарплата, и вот недавно нахожу вакансию с достойной зарплатой, специфика другая, меня взялись обучать. Написала на увольнение, тут пошли сомнения, а вдруг что-то не выйдет на новое место. Пошла к руководству, ответственно спросили, есть ли какие-то варианты увеличить мне зарплату. Руководитель напрягла своего зама, чтобы решить эту проблему. Поставили мне прибавку, теперь я жалею, что просила об этом, так как понимала, что хочу на новую работу. Как-то неудобно, что суету навела, а теперь все равно заявление напишу на уход. Как избавиться от этого неприятного чувства и спокойно отработать две недели без угрызвения совести? В первую очередь хочется сказать, что психологи не дают советов. Я бы предложил вам некоторые направления, но советую давать поостеревку. В первую очередь хочется сказать, что вы пишете, когда в своем возрасте, что вам 48 лет, и очевидно для вас какое-то значение имеют. Тут возможно и страхи, и какие-то сомнения, некая тревога. Это первое. Второе. Есть ощущение, что вы злитесь, ну то есть как бы есть ощущение, что есть у вас ряд претензий к своему работодателю, который, ну вот, сейчас у вас. И чувство стыда это про нарушение личных границ, то есть про злость, которую вы себе запрещаете выражать. После чего она обращается на вас саму. Поэтому я бы здесь посмотрел на что вы можете злиться на своего работодателя. И попробуйте увидеть, только честно увидеть. А как вы рассматриваете то, что вам повысили зарплату? Ну вот честно. На мой взгляд, это выглядит несколько не так, как вы это преподносите. Что руководитель напряглал своего зама, это их обязанности. Как руководителя, так и зама. Делать то, что они делают. Это их работа. И напряглись заново. Не просто так. А чтобы вы остались на месте. Потому что вы им нужны. Им нужны вы, а что нужно вам? Вот. Это такой момент. Дальше. Вы обесцениваете себя. Вы обесцениваете, вот вы называете наведением суеты. Защиту своих интересов. И когда вы говорите о совести. Когда вы говорите вот, ну вот. О, может быть, жалости, да. О сожалению. О сожалению. Вы точно так же обесцениваете свое чувство, что хотите на новую работу. Возможно, вам было бы легче, если бы вы конкретизировали, детализировали бы свое желание пойти на новую работу. Возможно, так было бы лучше. И возможно, было бы лучше, если бы вы увидели, что и каким образом вы себя обесцениваете. От неприятных чувств избавляться не нужно. Но можно свое внимание переключить на те чувства, которые являются вашими. К сожалению, это не ваше чувство. К сожалению, это скорее история про то, что вы что-то сделали не так. Что-то сделали плохо. Например. Ну, да, может быть, вы поступили и не очень хорошо. Так, а кто поступает не очень хорошо? Когда речь идет о наших интересах, мы можем их защищать, мы можем их продвигать. Но поступаем ли мы всегда хорошо? Нет. Сожалеем ли мы об этом? Да. Вопрос в том, на что мы обращаем внимание. Поэтому полностью избавляться от сожаления нельзя. Вам сложно и тяжело, потому что вы только на этом фиксируетесь. Вероятно. И переключить свое внимание, переключив свое внимание на другое, вы как раз таки обеспечите себе снижение вот этого напряжения от чувства сожаления. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.